В перинатальном центре «Мама-Патимат» третий день проходит курс лекций для курсантов. Молодых специалистов и врачей со стажем обучают проведению профилактических работ по синдрому дыхательных расстройств. Секреты медицины узнавала Ума Ибрагимова. Берем амбушку, берем маску. Надеть перчатки, взять необходимые средства и оперативно приступить к восстановлению дыхания младенца. Этим навыкам Михаил Лелик обучает не первый год. Приехал в Дагестан второй раз. Делится главная задача научить подопечных не растеряться и вовремя приступить к спасению младенца, который не начал дышать. В процессе обучения мы развиваем у курсантов элементы тактильной чувствительности, элементы мышечной памяти, чтобы ряд действий, вот как вы идете, открываете дверь, вы же не думаете, что надо взять, повернуть ручку и открыть дверь. Так, некоторые действия при оказании экстренной помощи должны на таком уровне, на уровне подсознания производиться. Как вывести, так сказать, расположиться возле младенца, как, значит, обхватить лицевую часть черепа, маску дыхательную расположить. Об этом уже думать в тот момент поздно. Только с перчатками самое первое правило, как во время принятия родов, так и после рождения ребенка. Ему внемлют все участники курсов. И даже на специальных куклах следуют инструкции. Ну, в любом случае, руки прямые у взрослых. И плечевым плечом только работаем. Муслимат Аблухаликова работает врачом в городской больнице уже 10 лет. Рассказывает, что, несмотря на немало опыт работы, курсы дают новые знания и подкрепляют имеющиеся. Крепились навыки первичной реанимации новорожденных именно в первые секунды жизни, что имеет немаловажное значение для их будущего развития и вообще выхаживания новорожденных детей. Для молодых специалистов, у которых еще нет опыта в этом, значит, они получили эти новые знания, практические навыки, теоретические знания. Обучение проходит третий день. Первая часть теоретическая, а уже после знания подкрепляются практикой. Для того, чтобы процесс был максимально близким к реальным условиям, используются симуляторы. Симуляторы – это специальные куклы, которые полностью имитируют физиологический или патологический процесс в организме ребенка новорожденного или взрослого человека. И на этом симуляторе можно обучаться различным методикам. То есть все врачебные ошибки доктора могут, если это происходит, проводить на симуляторе, а не у постели больного. Курсы проводятся с периодичностью два раза в месяц, а непосредственно в Дагестан представители Ростовского медицинского университета приехали в первый раз и намерены продолжить сотрудничество. Ума Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТМ, Махачкала.